Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Представители служб безопасности США и Израиля провели сегодня второй раунд стратегических переговоров по Ирану. Переговоры состоялись через два дня после диверсии на ядерном объекте Ирана, который по факту признался Израиль. И речь на встрече шла о взаимном доверии. Неясно, насколько хорошо израильтяне координировали свои действия с Вашингтоном до ударов по иранским кораблям и очевидного нападения на ядерный объект в Натанзе. Администрация Байдена дистанцировалась как от этого взрыва, так и от нападения на прошлой неделе на корабль корпуса Стражи Исламской революции в Красном море. Это создало впечатление, что администрация Байдена недовольна действиями Израиля. В сегодняшнем форуме, проходившем по защищенной видеосвязи, принимали участие советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и его израильский коллега Мэйр Бен Шаббат, а также представители различных служб национальной безопасности и разведки. Первый раунд переговоров в прошлом месяце был посвящен разведывательной информации, касающейся ядерной программы Ирана. Сегодняшний раунд был посвящен региональной деятельности Тегерана в Сирии, Ливане, Ираке и Йемене, а также обсуждению переговоров в Вене. Тем временем диверсия на ядерном объекте Ирана в Натанзе, которая приписывается Израилю и была направлена на электрическую подстанцию, расположенную на глубине 50 метров под землей, повредила тысячи центрифуг. Об этом поведал сегодня бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Абаси Давани. Была повреждена как сама система распределения электроэнергии, так и кабель, ведущий к центрифугам. Он также отметил, что на организацию такой операции ушли годы. Давани подчеркнул, что подстанция была защищена от авиационных и ракетных ударов. Но нападение, скорее всего, было осуществлено при помощи кибератаки, либо саботажа, совершенного диверсантами. В свою очередь, издание Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что подстанция была повреждена с помощью взрывного устройства, которое было незаконно ввезено на объект и было приведено в действие дистанционно. В результате нападения повреждены и основная, и резервная электросистемы. Ранее New York Times также сообщала, что саботаж на ядерном объекте в Натанзе был совершен с применением дистанционно управляемого взрывного устройства. Минздрав Израиля, наконец, разрешает израильтянам ходить по улицам без масок. Министерство здравоохранения признало, что требование обязательного ношения масок на открытом воздухе не имеет медицинского и эпидемиологического оправдания. И решила отменить его. Но не сейчас, а на следующей неделе. В руководстве Минздрава уже есть консенсус в вопросе о ношении масок на открытом воздухе, но все еще есть разногласия относительно даты отмены этого бессмысленного требования. И потому еще неизвестно, отменят ли маски с воскресенья или с понедельника. В общественных помещениях, однако, маски останутся обязательными. До тех пор, пока случаи заражения коронавирусом в Израиле не станут спорадическими. А суточная заболеваемость не сократится до однозначных цифр. С воскресенья Минздрав предполагает также отменить так называемые капсулы в школах. И все ограничения на численность классов в системе образования. Израильские школы впервые за последний год вернутся к обычному режиму работы. Израильтяне верят в выход из кризиса и раскупают квартиры. Сегодня опубликованы данные, свидетельствующие о постепенном возвращении израильской экономики к периоду до пандемии. По данным Центрального статистического бюро, за последние полгода, с сентября 2020 по февраль этого года продавалось примерно по 3800 новых квартир в месяц. Это превосходит на 35% темп роста продаж новой недвижимости последних лет. В целом, с декабря по февраль в Израиле было продано 11250 новых квартир. Почти половина из них приходится на Центр и Тель-Авив. На юге продано 2200, а 1400 в Хайфи и еще 1000 квартир в Иерусалиме. Спрос начинает опережать предложение из-за замедления строительства в период пандемии. В феврале в Израиле осталось всего 37700 непроданных квартир, что на 23% меньше, чем год назад. Израильская оппозиция тем временем всеми силами старается сорвать усилия Бениамина на Таньягу и правого лагеря по созданию коалиции и нового правительства. Партия Еш-Атид Яйара Лапида внесет в Кнессет законопроект, согласно которому президент Израиля Реувен Ривлин сможет оставаться на своем посту вплоть до избрания нового президента государства. Законопроект будет направлен на то, чтобы избежать ситуации, когда обязанности президента будут переданы спикеру Кнессета. Сейчас эту должность занимает соратник премьера на Таньягу Яри Влебин от партии Ликут. Чтобы предотвратить пробел, в котором спикер Кнессета имеет право помешать новому президенту начать свой срок, предлагается, чтобы пока такая ситуация сохраняется, уходящий президент продолжал исполнять свои обязанности до прихода нового, говорится в законопроекте. Представители Лапида утверждают, что законопроект не носит личного характера, а призван помешать избранным должностным лицам затруднять процесс избрания президента, брать под контроль его обязанности и ими злоупотреблять. Лапид добавил, что на Таньягу будет делать все, чтобы остаться у власти и избежать тюрьмы, вплоть до нанесения вреда институтам государственности. Напомню, что срок президентства Руэна Ривлина истекает уже 9 июля. Выборы нового президента Израиля должны быть проведены за месяц до этого. Между тем, председатель партии Ямина Нафтали Беннетт два дня подряд тайно встречался с премьер-министром Натаньягу. Ранее политик заявил, что его партия готова присоединиться к правому правительству во главе с Ликудом ради предотвращения пятых выборов за два года. Напомню, однако, что даже при поддержке Ямины формирование коалиции маловероятно, поскольку для этого необходима поддержка арабской партии РАМ. Однако такая перспектива не устраивает других союзников Натаньягу, религиозных сионистов во главе с Бецалелем Смотричем. Встреча между Натаньягой и Беллетом прошла на фоне интенсивных попыток переговорных групп Ямины и Ликуда достичь взаимопонимания. Кроме того, Ямина предупредила Ликуд, что уйдет в оппозицию, в случае, если кандидатуры всех новых министров правительства не будут с ними согласованы. Конец очередному кризису в отношениях между Иерусалимом и Амманом. Премьер-министр Бениамин Натаньягу согласился предоставить Иордании дополнительные кубометры воды в знак того, что кризис между Израилем и Хошемитским королевством окончен. Как сообщает Jerusalem Post, никакого публичного объявления этого решения не было, но официальные лица информацию подтвердили. Возможно, это решение было приурочено к приезду министра обороны США Ллойда Остина в Израиль. Ранее израильтяне откладывали ответ на запрос от Иордании о предоставлении дополнительных 3 миллионов кубометров воды. Причина – атмосфера крайней натянутости в отношениях Израиля и Иордании после того, как наследный принц Иордании Хусейн прервал скандально свой визит на храмовую гору в Иерусалим из-за того, что израильтяне не позволили дополнительной команде телохранителей его сопровождать. В ответ Иордании отказалось разрешить пролет на Таньягу через свою территорию на пути в Арабские Эмираты. Израиль, в свою очередь, ненадолго даже закрыл свое воздушное пространство для иорданских гражданских лайнеров. Отмечу, что Израилю сейчас достаточно просто снабдить Иорданию необходимой ей водой, так как из-за дождей уровень воды в озере Кенерет резко повысился. Согласно мирному договору между странами, Израиль ежегодно поставляет Иордании 55 миллионов кубометров воды по цене 3 цента за кубический метр. Израильские ученые выяснили, что йогурт может спасти от смерти при коронавирусе. Исследователи из университета Бен-Гуриона в Негеве заявили, что определили молекулы в кефирном йогурте, которые эффективны при лечении различных воспалительных состояний, включая так называемые цитокиновые штормы, которые вызывает коронавирус. Еще за несколько лет до пандемии было обнаружено, что йогурт обладает терапевтическим эффектом. В нем были найдены молекулы, обладающие сильными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Основная причина смерти от коронавируса – это так называемый цитокиновый шторм. Цитокины – это иммунные молекулы, которые помогают организму бороться с вирусами. Но в определенных обстоятельствах, и ученые точно не знают почему, тело переходит в своего рода перегрузку, выделяет настолько много цитокинов, что это приводит к летальному исходу. Когда началась эпидемия, ученые решили исследовать влияние молекул йогурта на цитокины у мышей. Выяснилось, что те, которых лечили молекулами, найденными в йогурте, полностью выздоровели. А баланс иммунной системы был восстановлен. Исследование сейчас находится в завершающей стадии для дальнейшего развития и коммерциализации этой технологии. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова